В эфире программа Интерда. Здравствуйте! В преддверии Нового года можно уже начать подводить итоги о проделанной работе, о свершениях за минувшие месяцы. Ну и, конечно, не обойдемся без поздравлений. За этот год нам удалось о многом узнать, много на каких страницах побывать. Напомню, что начали мы с компьютера, с того, из чего он состоит. Поговорили об интернете, о компьютерных вирусах. Как выяснилось, дело ответственное. Самому, конечно, не заразиться, а вот компьютер может немного пострадать. Но при этом сломаться он не сможет физически. Это уже не вирус потребуется, а хороший молоток. Но помимо того, что в интернете есть вирусы, а на проверенных, кстати, сайтах их нет, так вот, помимо этого, там в глобальной сети есть много информации и людей, с которыми можно общаться на расстоянии. Так мы завели свой электронный ящик. Благодаря электронному ящику можно получать рассылку с других сайтов. По интересам. Про рыбалку, политику, про вязание и садоводство. Там же можно отправлять письма, почти что такие же, как привычные бумажные. Там тоже нужно указывать адресата. Да только адрес этот не дом и не улица, а электронный почтовый адрес. У каждого электронного ящика свой владелец и свой электронный адрес. В письме можно хоть стихами, хоть в прозе, хоть пару слов написать, а можно целое сочинение на несколько страниц. К такому письму можно еще и фотоотчет отправить. А главное, что одно и то же письмо можно отправлять одновременно на несколько электронных адресов. Потом мы узнали, что не только через электронную почту можно обмениваться фотографиями, музыкой и видео. Для этого есть такие интернет-ресурсы, как файлообменники. На них можно загружать много всего, и у каждого такого ресурса есть ограничения по объему файлов, но оно очень велико, так что придется постараться, чтобы выйти из его границы. Кстати, про объем файлов. Они же разные. Так, мы поговорили, что у текстовых файлов он маленький, а вот фотографии уже большего размера, а музыка и видео и того больше. Поговорили, что как и с килограммами и тоннами, объем электронной информации может исчисляться байтами, килобайтами, мегабайтами и так далее. Вернемся к общению. Временами хочется не только пару строчек написать, а еще и поговорить с давним другом или родственником, а еще лучше увидеться. Вот тут нам стала знакома программа Skype. С помощью него можно писать сообщения, а если есть специальные устройства, такие как микрофон, колонки и веб-камера, то с таким набором можно уже не только разговаривать как по телефону, только бесплатно, но еще и видеть друг друга. А еще есть социальные сети. Там можно найти своих одноклассников, коллег по работе, сослуживцев. Помимо общения можно смотреть на фотографии, делиться музыкой и видео, поздравлять друг друга с днем рождения и другими праздниками. Помимо общения и развлечения, в сети интернет есть много полезного. Так, через глобальную сеть можно записаться на прием к врачу. Достаточно выбрать лечебное заведение, ввести номер полиса и вперед. Никаких регистратур и очередей за талончиком. Можно и на почте очередей избежать благодаря интернету. Ведь не заходя в отделение, можно узнать, дошла ли посылка или бандероль. Все сидя дома на диване. Только и зайти на сайт Почты России, ввести уникальный номер посылки и все. Немало времени мы уделили заказу билета на поезд. Узнали, как выбрать маршрут, где посмотреть цены, как не выходя из дома оформить билет и можно ли, не распечатывая его, идти прямо к поезду с электронным вариантом. Кстати, как нам сообщили работники железнодорожного вокзала, такой услугой пользуются не только командировочные, но и многие пенсионеры. А это очень удобно. Один раз попробовать и потом, как по накатанной. Еще уделили внимание картам. Ведь путешествовать можно не только на поезде. Узнали, где можно поискать улицу, дом, проложить маршрут, по городу или даже сделать междугородний трек. Не оставили без внимания День Победы. Ну, а точнее, поиск героев и участников войны. Ведь с каждым годом все больше информации добавляется в архивы, ведутся раскопки и, возможно, удастся узнать о судьбе родственников, пропавших в дни Великой войны. Через интернет-ресурсы. Например, в интернете также можно узнать свою налоговую задолженность. Ведь иногда квитанция по плате вовремя не приходит, начисляется пеник. Ну, а чтобы этого не произошло, нужно зайти на сайт налог.ру и там нести свой ИНН, и откроется доступ к нашим неоплаченным налогам. А ведь помимо того, что есть налоговая задолженность, есть еще и штрафы за превышение скорости, ну, или другие нарушения правил дорожного движения. В этом случае нам на сайт гибдд.ру. Там и правила новые, и билеты для проверки теоретических знаний, регистрационный номер автомобиля, или вводим серию и номер прав, и мы уже в курсе о том, что и когда нарушили, и какие штрафы еще не оплачены. Про управляющие компании поговорили тоже, что можно и показания счетчиков, и контактные номера сантехников узнать на интернет-сайте. Еще посмотрели на сайт губернатора и мэра города, и о том, что можно туда направить свои вопросы и пожелания, и узнать о новостях Вологодчины. Ну и, конечно, сколько мы уделили внимания сайту госуслуг, это же кладезь электронных услуг. Тут и загранпаспорт, и запись ребенка в детский садик, смена российского паспорта, получение водительского удостоверения, подача налоговой декларации для получения налогового вычета. Ну, лучше один раз попробовать, чем сто раз услышать. Полезно и просто. Это, конечно, далеко не все, о чем нам удалось узнать в этом году. Все программы собраны на сайте 35media.ru в разделе «Провинция РН» «Видеоархив программы Интерда». Так что все можно посмотреть, освежить в памяти. Ну и раз уж программа у нас очень полезная, то не могу не сказать о том, что теперь даже Череповецкое бюро находок и то есть в интернете. Ну, допустим, случилось оставить в автобусе что-нибудь. Зонтик, документ, перчатку. Теперь есть надежда, что это все вернется. Нужно зайти на сайт череповец.торговорот.ру. Справа находим пункт «Бюро находок». И вот они – спортивки, проездной, пропуск, перчатки. Все объявления здесь. Кстати говоря, можно в автобусе обратиться к кондуктору или водителю, если вдруг была обнаружена кем-то оставленная вещь. В итоге все они отправятся в кладовую забытых вещей на краснодонцев дом 5. Туда можно обращаться круглосуточно. Ну и еще об одном сайте, который будет особенно полезен канун праздников. Внимание, следующая рубрика. Все, наверное, успели заметить, что на дворе какое-то фееричное настроение. В магазинах города висит мишура и стоят елки. И лица людей так и говорят о каком-то важном мероприятии в их жизни. Все правильно, ведь скоро Новый год. Если вы вовремя не подготовились, то нужно в срочном порядке расписать план ваших мероприятий. Список подарков, салаты, песни. Сами понимаете, хлопот немало. Но самое главное – это поздравления. И чтобы помочь вам в этом нелегком деле, предлагаем вам сайт mynue.ru. Множество поздравлений для разных людей, открытки, рингтоны, фильмы, музыка. В общем, все то, что обязательно вам поможет. На сайте даже звуковой спецэффект в формате метели и снежинок. Надеюсь, хоть немного мы вам помогли. Не забываемых праздников и всего самого доброго в Новом году. С наступающим Новым годом! Надеюсь, что по итогу этого года вы можете себя похвалить за повышенную компьютерную грамотность, за то, что открыли для себя новый мир, виртуальный. Остается пожелать вам новых успехов и достижений в делах и начинаниях. С наступающим Новым годом! И до встречи на провинции! Новосибирск Новосибирск Новосибирск